Йо-йо-йо, здорово, народ! Новости у меня не самые хорошие, но наконец-то я на связи и буду сейчас выпускать бомбёжку на брехунов на Авито, разоблачение мошенников с Авито и так далее. Эмоции преувеличены, негатива никому не держу, но Ютуб это шоу и шоу вы любите. Но сначала расскажу вам о своих делах. Возможно, вы перешли на это видео через Авито, потому что там я сказал, что продаю этот прекраснейший, самый крутой телевизор. К счастью, как сотруднику удалось его раздобыть дешевле, чем в магазине. В магазине цена 600-700 тысяч рублей. Neo Cooled 8K 900 серии 2022 года. Самый топ, что есть на рынке. Чем он так хорош, спросите вы на эти деньги? Да хрен его знает, но я свой 4K 90 серии телевизор Samsung Cooled обновил на этот Neo Cooled и не жалею. Во-первых, у меня здесь прекрасно работает все очень быстро. Во-вторых, можно включить реальный 8K контент. То есть, если я возьму и включу какой-то видос, то, пожалуйста, 8K работает без каких-либо просадок. Сейчас на телевизор попадает прямое солнце. Видели? Вот когда он некран темный, видно два таких луча. И две полоски вот эти вот, это солнечные лучи. И при этом я могу наслаждаться контентом, и я даже не вижу этого солнца практически на экране. При том, что сейчас яркость, ооо, она далека от максимальной. И посмотрите, как быстро работает вся эта менюшка. Поэтому, в принципе, я вам так скажу. Сейчас яркость. А, ну сейчас она вот выкрутилась, да, кстати, автоматически. Но не суть. В том, что телек реально яркий, сочный, тянет 8K, и можно уже наслаждаться. Почему же я его продаю, хотя только что обновил свой старый? Ооо, сейчас я вам покажу. Чёрт подери. Сейчас я вставлю несколько видео, как я вот здесь ходил, и было воды просто по колено. Чёрт подери. Ждите, сейчас будет такой контент, просто трэш. Охрен. 26 число. Только что я пошёл в управляющую компанию выяснять, что с заливами. И опять произошло то же самое. Полный залив всего. Просто полный. Я уже в полном отчаянии. Сильнее, ещё сильнее льёт. Ещё сильнее, чем всегда. Вот так здесь льётся. Здесь льётся вот так, не абы как, а именно вот так льётся. Вот так сильно льётся. Очень сильно льётся вода. Отовсюду. Отовсюду льётся вода. Всё опять мокрое. Смотрим, что здесь. Здесь всё мокрое. Здесь течёт ручьём. Надо понять, откуда. О, это я спасал вещи, да? Да. Надо понять, откуда оно течёт. Течёт оттуда, оттуда. Заделать я не успел. Ну, вот так вот я всё спас. Кошмар. Здесь столько строительного мусора намыло сверху, со стены. Вот отсюда текло всё. Вот оно, вот оно. И всё сюда натекло. Здесь песок, всё, что только можно. Что вы видели вставки, как здесь всё нахер топило. И топит оно непредсказуемо. И настолько сильно, что, если честно, течёт изо всех щелей. Эта студия, блин, это просто мрак. И что самое страшное, чего я боюсь больше всего, что здесь начнёт течь, когда меня не будет дома. Видите этот потёк? Они есть даже здесь. При том, что вся вода течёт, конечно же, у нас в коридоре. Здесь даже есть у меня запруда. Тут даже есть у меня насос, который я буду включать. Выводить шланг в окно. Я уже готов. Но здесь нахер всё пошло прахом. Вы посмотрите на эти стены. Вы посмотрите на это всё. Посмотрите на эти принтуса. Если вы думаете, что меня там с вас бомбит почему-то, да. Что я какой-то нервный. Да потому что у меня тут вся техника. Всё прахом пошло. Компы на земле стояли. Там самбуферы. Все эти вещички. И вот. Давайте я вам покажу, что у меня наверху. Вы думаете, это всё, что случилось? То есть понятно, что стены все вот это вот потрескалось. Это всё мелочи. Это не мешает мне жить. Но вот здесь у меня провалился потолок на мою кровать. Потолок, Карл. У меня дырка в потолке. А здесь что вы видите? Да, собственно говоря, ничего. А вон там выход в коридор. То есть оттуда я теперь дырка просто на... Ну не на улицу, но в коридор к людям. Я их там слышу. Это всё теперь воняет с саными тряпками. Потому что это вода дождевая, с прорыва. Это вся вода... Знаете, откуда текло столько воды? Это просто. Там проделали трубу на тех этаже. Внутри дома слива воды с крыши. И вся вода с крыши в ливень течёт сюда. И так было три дня подряд. Я просто не знаю, как мне удалось спасти ещё хоть какую-то технику. Ваши, блин, мобилки. Вот это вот всё. Но этот телек, он стоит дофига. И отсюда надо съезжать. Эта студия проклята на непонятно что. У меня дырки в потолке. Знаете почему? Потому что он наполнялся вот так, этот натяжной потолок, и свисал. Я сюда ставил бёдра. Вот такие вот дела. И этот телек, пока уж что я его спас, благодаря этим чудесным плёночкам. Ну и в принципе вода сюда дотекает только тогда, когда поток настолько мощный, что вся эта вода должна протечь по этому натяжному потолку всё это расстояние, чтобы наконец-то начать вытекать здесь. Хотя порой течёт даже с той штуки. Там тоже всё течёт. Короче, даже не буду об этом больше говорить. В том, что телек надо спасать, и это единственная причина продажи. Продаю реально дешевле рынка 1100-1150, и уж точно в два раза дешевле, чем в магазине. А телек новый я его месяц назад купил. Кто смотрел мои старые видео, наверняка заметили, как раньше я смотрел всё, показывал вам на том телеке. А потом рамочки стали просто по одному миллиметру, тогда телек сменился месяц назад. Так что вот такие вот дела. А теперь погнали бомбить. Ну бомбёжку вот с этого парня. Понятно, что продавать не по личной встрече всегда тяжело. Как? Ну, хотя кому-то и легко. Просто пошёл в сдэк, отправил, человек получил, все довольны. Но есть и отдельные индивиды, которых очень сложно обрадовать отправкой, и которые свои косяки переписывают на продавца. Давайте я вам покажу следующую историю. Продавал я S23 Ultra на 512 гигабайт за 85 тысяч рублей. У нас велась с человеком переписка, он хотел его купить, нужно было отвечать ему на некоторые вопросы. И, собственно говоря, в конце концов он попросил видеообзор. Видеообзор, разумеется, был человеку скинут. И в видеообзоре было чётко показано состояние не только корпуса, но и экрана. В разрешении, пожалуйста, Full HD можно чётко насладиться состоянием экрана. Вот здесь в один момент мы прекрасно видим, когда фокус попадает на экран. Сейчас один момент, смотрим на ускорие. Вот, видите, ни единой царапинки. Белые точки пылинки снимают дома. Значит, также там были фотографии, и всё вот это вот. При этом на этих фотографиях мы чётко можем увидеть вот эту вот заднюю наклейку, которая клеится на заднюю крышку, и которая и обладает клейкими свойствами. Видите, она чистенькая. Дальше. Человек получает телефон, и спустя некоторое время после получения он мне пишет. Типа, приехал, всё хорошо, спасибо. Сейчас придёт домой, распакую. А в DIPOSD-деке ты не распаковывал? Ну ладно, странно, конечно. Потом говорит, что присутствуют 3-4 царапины в объявлении на фотках. Не было на видео, не было под ярким светом, а у него вот появилось 3-4 царапины. Вы подумайте, откуда они могли взяться? И он мне фоткает, смотрите, типа там вот такая царапина, вот эта вот, да, большая достаточно. Потом ещё одна царапина. И он мне начинает плакаться. Я такой говорю, таких царапин не было. Видеообзор телефона у вас был, и экран был полностью показан. Он такой, я понимаю это, просто я же не мог с телефона такую сумму взять и поцарапать. В этом нет никакого смысла, правильно? Ну очевидно, что ты его царапал, наверное, не специально. Просто интересно, откуда взялись царапины, если хорошая упаковка была. Но в любом... И потом он, смотрите, показывает. Я, конечно, не говорю, что это вы виноваты. Просто очень обидно, что телефон за 95 тысяч и в царапинах. Я такой, может в коробку что-то у вас попало. Без понятия, телефон был снят на видео перед отправкой. Дальше. Может быть из-за этого экран натирался об это. Блин, просто я на видео посмотрел, там вроде ничего не было. Но приехало сюрпризом. А смотрите, теперь на состояние отрепленок. Видите, как она стала грязная? И здесь его там кровать и барахло, очевидно, вся эта пыль налетела у него на эту штуку. И походу в какой-то момент эту херню он положил сам на экран с этой пылью. Хотя эта штука клеится на заднюю крышку. Она в принципе не влезает в коробку, потому что устройство коробки... Сейчас я вам покажу, какое. Устройство коробки здесь такое, что вы кладете телефон вон туда экраном вниз. А эта штука на экран в таком случае никак не положится, потому что она большого размера. Видите, она точно кладется вот так вот в свою строго рамку. И даже более того, если бы при отправке так было положено, то тут нет никаких взаимных перемещений этой картонки. Она не двигается больше, чем на миллиметр. Соответственно, длинную царапину, длиной в сантиметр эта штука, даже будь бы на ней алмазы царапающие экран, супертвердые, то она бы не могла взаимно перемещаться по экрану, даже если бы телефон был положен вверх ногами, чего бы я, очевидно, не сделал. И уж тем более не наклеил бы такую грязную штуку сверху, которая, очевидно, на фотках была чистая. И более того, не было бы вот таких взаимных перемещений на сантиметр, чтобы поцарапать экран, понимаете? И вот такие вот чуваки мне написывают, сами поцарапав экран, о том, что, типа, ой, а тут царапины, а тут что? И потом, знаете, как он спалился? Смотрите, так, упаковка целая, я приехал домой и увидел их. Типа, окей. Ладно, Дмитрий, я понял, извините за беспокойство, до свидания. Я, честно, только включил и не вытирая, и вот это увидел. Но увидел я, потому что поднял яркость и начал присматриваться, и они были хорошо видны. Вот здесь он максимально себя палит, мне кажется, что это полный бред. Потому что если мы хотим увидеть царапины, мы, наоборот, всегда выключаем экран и смотрим под углами к свету, чтобы они бликанули, правильно? А если на экране есть даже сильные царапины, и вы включите яркость, то когда экран подсвечен, даже сильные царапины становятся не видно. Так что это такой бред, типа. Он такой, все, понял, до свидания, всего доброго. Потом опять написал. Дмитрий, скажите, пожалуйста, как мне поменять язык на клавиатуре? Пишет только на английском. Такой, ну зайдите в настройки клавиатуры, блин, выберите языки ввода, и, собственно, загрузите русский. Попробую, спасибо. Спустя 20 минут. Все, сделал, спасибо. Рад, что разобрались, пожалуйста. Но отзыв нехороший, неплохой человек не оставил. Бомбит ли меня с него? Да, конечно, да. Потому что, очевидно, это выдумка про царапину с этой яркостью. И более того, было видео и при отправке, и из дека, и фоточки, и там все в идеале. И эта штука не была такой засранной. Кто прав, кто виноват, решайте сами. Но в любом случае, это один человек из сотен, кто у меня покупал товары. Остальным, к счастью, все как и было без царапин, так и приходит без царапин. Получается брехун? Конечно, да. Ладно, поехали дальше. Сейчас я вам дам следующую подборку бомбежки. Дальше. Здравствуйте. Обмен на Xiaomi 13 Pro. Интересно. Телефон у 3 дня. Как вы думаете, если я вам предлагаю телефон, которому 3 дня, почему так быстро и от него хотят избавиться? Да потому что разочаровались. И я так и отвечаю, что мне бы и одного дня хватило, чтобы в нем разочароваться. А дальше вы посмотрите на этого парня. Человек взял где-то там телефон. Жалуется на то, что у него пропадает сеть. И плачется мне об этом в длинном комментарии. Ну что я ему могу сказать? Что вы его у меня брали? Нет. Ну тогда и вопросы к продавцу. Очевидно, телефон неисправен. Очевидно, телефон сломан. Продавец сделает вам возврат? Ну я бы сделал, если бы продал такой хлам. А продавец, я не знаю, сам не думаю, что сольется. В любом случае, вам не ко мне в Telegram писать, чтобы я дистанционно тратил на это время. Я ничем не помогу в таких случаях. Очевидно, нужно нести телефон в сервис. И очень много подобных вопросов. Дальше. Чувак пишет. Забудь про слова, черт подери. Если ты на этом канале, черт подери, лучше забудь про то, что ты должен вообще сюда заходить и смотреть видео. Потому что про эти слова я не забуду. У меня, Самсунгу, 11 лет. Galaxy Ace. Купил в 2012 и до сих пор работает как новый. Я такой, чего? Может он и работает как новый? Но он же работает все равно отвратительно. Телефону 11 лет. Это супер бюджетник. Там даже андроида полноценного еще нет. Что там до сих пор работает как новый? Если это был кирпич сновья, то он остался кирпичом. Это и есть его работа. Сдуреть. Все супер. По экрану есть вопросы, но это при встрече. При встрече? Вопросы? Да какие тут вопросы? Тут просто все в трещинах нахер. Сдуреть вопросы при встрече. Тут просто все битое в мелкую крошку. А вот комиссионка. Смотрите. Продает только сегодня две физические сим-карты. Комиссионный магазин Победа. Ну не зря тут такой плохой рейтинг. Потому что мы четко видим. Версия N Корея. S22 Ultra. Они всегда односимочные. Хотите доказательства? Имеи. Сколько? Один. Один имей, один номер телефона. Все, по-другому никак. Дальше. Больше всего бесят вот такие вот брехуны, которые пишут откровенную чушь. Был у меня S7+. Экран откровенно слабый. На всех современных смартфонах экран ярче и сочнее, и красочнее. Ну во-первых, очевидно, что сделать вот такой писька экран на телефоне легче, чем сделать вот такой огромный экран на планшете. Тем более разрешение на топовых флагманах Samsung оно такое же, как на экранах планшетов. Соответственно плотность пикселей в разы больше. Конечно он будет ярче. Но это не суть. Суть в том, что экран на Tab S7+, прекрасен. Он яркий, он сочный, и куда больше яркости на планшете, я, если честно, не совсем понимаю. И дальше он пишет. Так же был Tab S6. Никакой разницы в экране, кроме размера и разрешения, я не заметил. И тут в S8 Ultra то же самое. Но это такой бред. S7+, намного более сочный и плавный экран, чем в S6. Но в S6 хороший экран, конечно, если это не S6 Lite, разумеется. S6 вообще классный планшет. Маленький и дешевый. С хорошим аккумулятором, замечательным процессором. В общем, классный планшет. Но S7+, это просто золотая середина. Вам нахер не нужны S8+, S9+, S7+, взяли, и вам его хватит для всего. И при этом вы не потеряете в экране. Здравствуйте, на устройстве Galaxy S22 не разрешается использовать сим-карты русского региона. А чтобы можно было необходимо ввести код разблокировки региона, что можно было сделать, как узнать код? Не писать мне, не тратить мое время, смотреть мой канал и в следующий раз не брать хлам, не брать Америку и не огребать. Все. Здравствуйте, могут ли серийники отличаться? И скидывает мне фотку. Да при чем тут серийники? Какие серийники? Серийный номер у тебя один, тут не откуда ему отличаться. Более того, имей в телефоне два. И да, они должны отличаться хотя бы на одну цифру. Но это китайская подделка. Вы посмотрите на толщину этих рамок, на толщину этой камеры. Вы посмотрите, вот это вот слот 7.1, слот 7.2, и здесь это повторяется. В оригинальном телефоне такого нету. Здесь английский язык откуда высветился. Но это же мрак. Скидывает мне еще фотки. Коробки тут, ну, белая наклейка, они уже давным-давно черные. Вот это вот картинка. Ну, это, короче, полная палева. Ну, и понятное дело, как всегда, чек из мегафона. Я проверил имей-код, они пробиваются на сайте Samsung, и серийники тоже. Какая разница в любую подделку, в любую паль, да в любой телефон можно вшить имей от любого другого. В китайскую подделку вшиваем телефон от оригинального телефона, от этого китайская подделка не станет оригинальным телефоном. А то, что все ваши проверки по имейам, по серийникам, это бред. И вот человек мне пишет. Здравствуйте, Дмитрий, расскажите о ней в своем профиле. Или кто-то попал на бабки, продавец-мошенник. Скидывает мне объявление, как там продали китайскую ультуру. Ну, вон, видно белесости в стеклах камер. Ну, в общем, подделка. Но там и цена была 20 тысяч рублей. Если какой-то дурак хотел купить S22 Ultra за 20 тысяч рублей, и попался на подделку в кино на 20 тысяч, ну, такова цена опыта. Если бы они там хотя бы за 50-60 продавали, и он как бы хотя бы не искал такую сверх какую-то выгоду, да, и его кинули, ну, тогда, ну, не разбирается человек, ну, бывает, по сочувствиям. Ну, когда это просто тупой даун, который видит, что телефон в магазине стоит под сотку, он хочет взять его за 20 тысяч, и его кинули, тут удивляться нечему, тут нечего снимать. А вот, расскажи, пожалуйста, тему. Версия с нулем на конце номера модели. Расскажи плюсы и минусы данной версии смартфона. Было интересно увидеть от тебя. Типа, есть ли разница между 23 Ultra 12 и 8 оперативки? Этого что, не было на канале? Я говорил, что разница в оперативке вы никак не ощутите. Я говорил, что ноль на конце номера модели, это Гонконг, немного урезаны частоты, нужно делать адаптацию частот. На ФОПы, да, есть инструкция, я вам с этим не помогу, процесс муторный. Более того, две физические сим-карты поддерживаются, но есть симки, не поддерживаются. Samsung Pay туда не поставить, запись звонков туда не поставить. Ноль на конце номера модели, можно поставить запись звонков, но не путем смены региона. Регионы там не меняются ни на Серны, ни на Вьетнам, нет. Там можно только поставить всю прошивку другую, поставить прошивку для Китая. Но я наоборот избегаю телефонов, которые изначально на прошивке для Китая, и уж тем более нормальные телефоны для Гайконг, Гонго и Тайваня, которые все эти три модели с нулем на конце. Я не ставил бы на них Китай, потому что да, там появится запись звонков, но там будет дохера иероглифов, возможно, не будет прошивки Play Market, и нахер этот Китай вам нужен. Продавайте и берите нормальную версию с буквой B на конце номера модели. Все, что вам нужно сделать. Новый. Note 10+. Откуда в 2023 году телефон, который Samsung не продает уже пару-тройку лет, а не производит и того дольше, будет новый, мне интересно. И вот такая черная пленка с белой надписью на экране, это всегда признак восстановленного телефона, как и пластик внутри коробки, который мы здесь прекрасно видим. Вот эта форма, она из пластика гладкого. Ну, аксессуары, разумеется, не оригинальные. Эта штука шершавая, швома, их таких не было. Но это все лютейшая паль, тут мы это четко сразу видим. Зато 4,4 звезды, 500 отзывов. Продает восстановленную паль под видом новых оригинальных телефонов. Брехун, конечно, да. Дмитрий Альбертович, приветствую, написал мне в WhatsApp. Я что, даю вам личный номер, чтобы вы меня беспокоили еще в WhatsApp? Хватит вам телеграмма. Там мне люди пишут, когда у меня есть свободное время, я отвечаю. Когда у меня есть настроение. Когда у меня нахер дырка надо мной в потолке, у меня нет настроения, например, вас консультировать. И я меньше всего желаю еще в WhatsApp тут же видеть все эти вибрации и сообщения. Потому что из WhatsApp у меня стоят уведомления. Поэтому в WhatsApp, пожалуйста, не пишите. Толкнулся с продавцом. При встрече на коробке Rio написан TCL. Пишут, что это Португалия. Оператор британский. Vodafone. Взял с оператором зачем-то. А на скинутом ранее фото какое-то приложение из того телефона написано VG3. Обновление ПО выдает сбой. Видите, заблокированное обновление. Потому что обновиться будет хирпич регистрации. И в настройках вместо официального написано другое. То есть, если написано другое вместо официального, это смотрится вот здесь. Настройки. Сведения о телефоне. Сведения о статусе. Состояние телефона официально. Соответственно, если написано другое, значит на телефоне были root права. То есть, на него ставили root права, прошивали его так и блокировали обновление для того, чтобы он не превратился в кирпич. И работал до тех пор, пока на телефоне стоит это стороннее ПО, которое позволяет телефону не заблокироваться. Говорю, можно сбросить до заводских настроек. Кричит, нет. Только после оплаты попрощался с ним. Написал в Авито, профиль ему заблокировали. Спасибо вашим видеоинструкциям. Пожалуйста. Надеюсь, я здесь вещаю для того, для тех людей, которые ценят мой самобытный контент. Потому что мне не нужна какая-то лишняя слава, мне не нужна популярность. Но я хочу предостережить вас от каких-то лишних покупок, лишних сделок, которые сильно ударят по вашему бюджету и добавят немного хлама в кармане. Такое, конечно, тут никому не нужно. И я надеюсь, что вы цените этот контент. И кто-то пишет какие-то негативные комментарии, кто-то не очень доволен моей работой. Но я не знаю, как можно быть недовольным, когда отправка происходит в течение часа. А телефон всегда строго из объявлений, строго из фотографий. И это оригинальные мобилки, черт подери. Так что можете плакаться, что я снимаю немного не так, что у меня футболка дырявая. Я особо не собираюсь с вами вступать в конфликты и воспринимать негатив близко к сердцу. Здесь все для тех людей, которые ценят мою подачу, получают полезную информацию и спасли свой бюджет благодаря моим видео. На этом первая часть бомбежки подходит к концу. Сейчас займемся второй частью.